Планерка в исполкоме в понедельник началась с приятных событий. С сотрудницей исполкома поздравили с днем рождения, а далее подвели итоги проведенным утром первым звонкам в школах города. Свято должно быть, при всеми, при том форматы могут быть разные, форматы могут обговориться. Кожна школа сегодня практически самостоятельная, она решает, как проводить это свято. Но дети приходят в школу впервые в своем жизни. Я говорю про першачки наших, про першоклассники, и для них это впечатление должно сберегаться. В процессе обсуждения отдельно отметили школу номер два за креативную организацию Дня Знаний. Дети отримали задовольствие вместе с родителями, и я уверен, что они выяснили для себя сегодняшний день свято. 246 первоклассников пошли в этом году в школы города, и учиться они будут в девяти классах. Далее на планерке поговорили о благоустройстве. Частина газонів не покошена, и это надо враховывать и виправить обовязково. Боротьба за тротуари, которые заросли травой, програна нами. Зовнешнее освитление окремая тема, а это безопасность. Я хочу, чтобы мы понимали, что мы делаем наше место не для мера, а даже не для тех, кто приездит в Славуточку. Малые места должны торбовать все, без исключения. Нема центра города и периферии в Славуточке. Мэр просил обратить внимание на замену старых контейнеров для мусора. Осень на дворе, и до начала летнего сезона осталось совсем немного. Питание финансовое, как всегда, питание организационное. Мы должны работать как с поживочами, где нормальная часть ресурсов. Сколько у нас на сегодняшний день заборгованность за тепло? Ближе 14 миллионов. Пятнадцать миллионов. Пятнадцать миллионов, шановные. Мы активно працюемо с борежниками. Починаем компанию по-будинковому. А закон сьогодні нам взагалі забороняє включать опалення в тих будинках, где есть заборгованность. Это даже не примка какого-то местного влада. Закон забороняє. Понятно, что мы будем максимально пытаться включать всех. Но для этого нужно, чтобы газ был. А газ будет только, если будут деньги. Фомичав напомнил, что у славучан есть возможность стать первым городом в Украине. ...який зареєструє муниципальный энергетический оператив. Мы хотим установить солнечную электростанцию на даху одних из будильных муниципальных, начиная с одних будиль, но залучить до этого славутичан. В первую очередь, славутичан. На тему о подписанной кампании в Славутище по медицинскому обслуживанию разъяснение дал зам городского председателя Оленькевича. На сегодняшний день мы вводим уже лекарей. Думаю, ближчим часом до конца дня уже два лекаря у нас з'являться в системе. И думаю, что на завтрашний день уже введут все лекаря. О ближайших планах ЖКЦ рассказал исполняющий обязанности руководителя. Сейчас жители каждого дома будут выбирать себе управляющую компанию, которая на протяжении следующего года будет управлять домом. Ну, куда входят все вот эти вот услуги, что касается уборки общедомовой территории, внутри дома, ну и так далее, так далее. Это наша бывшая квартплата. Новый тариф ЖКЦ больше действующего по состоянию на сейчас в 1,7 раза, то есть поднимается на 70%. Если он был там 2,50, 2,60, 2,70, то сейчас вот от 3,50 до 4 с чем-то, ну, было не 2,70, 3 где-то было с лифтами, сейчас вот будет 4 с копейками. Подробнее о планерке смотрите в новостях Славутича в среду. Продолжение следует...